Я не утверждаю какие-то вещи. Мне просто нравится всегда рассуждать над Словом Божьим и дискутировать с людьми. Ребята даже знают, я всегда дискутирую на эту тему. И это не означает, что мое мнение – это правильное мнение. Я всегда готов принять то, что Бог говорит, то, что другие говорят. Иногда соглашусь, иногда нет. И к третьему стиху 17 главы мы возвращаемся. «Сия же есть жизнь вечная, да знаю тебя, единого истинного Бога, и послан тобой Иисуса Христа». Представляете, когда мы молимся, мы должны это осознавать, понимать, что вот это наша главная цель. Потому что наша главная цель, когда Библия говорит, что мы не здесь, здесь мы просто как туристы, прохожие. Наша главная цель – жизнь вечная. Иисус говорит, да, не заботясь ни о чем, о небесном. Не уподобляйтесь язычникам, которые в многословии. И потом, это 6 глава, да, Матфея, по-моему, и потом он дальше объясняет, какие язычники. Ибо они ищут, что поесть, что по пить. Вот их молитва – поесть, по пить, это, 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 это. А вы же молитесь Отцу Небесному. И здесь Иисус дополняет, что ищите Меня прежде всего. Познавая Меня, вы будете иметь жизнь вечную. Но, если мы на этом стихе остановимся, получается как-то какая-то, ну вот, знаете, абстракция, какая-то неполная, незавершенность. Мы какие-то воздушные получаемся. Ну и что, мне ничего не интересует, и я только вечную жизнь. Прохожу мимо этого, не люблю этого, не делаю этого. Почему? Потому что я только на вечную жизнь уповаю. Здесь меня ничего не интересует. Нет, это неправильно. Это не учение библейское. Библейское учение, оно всегда полное. И что имеет в виду Иисус Христос, когда говорит «познавайте Меня». Когда мы познаем Иисуса Христа, Дух Святой начинает в нас проявляться. А как Дух Святой проявляется в нас? Это все очень просто. Галатам. К самой, можно сказать, плотяной церкви давайте обратимся. Галатам 5.22. Мы знаем, да? Знаем эти стихи, но, наверное, многие не рассуждали так. Игалатам 5.22 написано. Плоть же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот. Когда мы познаем Иисуса Христа, плот Духа Святого начинает в нас проявляться. И тогда уже тоже наша работа начинается. Начинается, да? Любовь. В радости показать любовь. Любовь показать в мире. Любовь в долготерпение. Любовь в благости. Любовь в милосердие. Любовь в вере. Любовь в кротости. Любовь в воздержание. И тогда вокруг тебя начинаются происходить те обстоятельства, в которых ты их должен проявить. И тогда это и есть плот Духа Святого, который ты будешь проявлять уже с теми людьми, с которыми Бог тебя будет сводить. Или с теми ситуациями, в которых ты будешь оказываться. Многие, знаете, говорят, осуждая, или, ну вы слышали, наверное, и вам, наверное, и осуждая, или вы сами себе морочили голову, или морочите голову, что, а где мой плод? И мы всегда хотим видеть плод какой-то, знаете, материальный. Если у тебя какой-то центр, значит, у тебя должно быть плод, это, значит, должно быть 150 человек. О, хороший плод. Но то, что они не христиане, это никого не интересует. Главное, плод на количество. Если ты на работе работаешь, ты должен быть начальником. Вот тогда это плод. Ну и так далее. Вы сами все знаете. И иногда мы сами себя осуждаем, как дневно плод. Но Иисус сказал, меня ищите прежде всего. И тогда Дух Святой вас будет проявлять, вот этот как раз плод радости, любви. Вот он и есть плод. Вот он и есть плод, который мы получили. Который мы ищем в молитве и потом практикуем в жизни. Ну, и это я хотел как бы вам оставить, чтобы в продолжении того, что мы читали сегодня. Про деяния, про... И иногда тоже хочу немножко вас ободрить. И немножко тоже изменить этот ракурс на молитву. Знаете, ну, к сожалению, мы так думаем, ну, нас заставляет христианское направление так думать. То есть, чем больше народу собралось, тем сильнее молитва. Да? Чем кричим мы больше, тем сильнее, тем сильнее молитва. Или что-то мы делаем так. Или больше, если мы идем к епископу или к какому-то человеку, который мы считаем, что он важнее перед Богом. Да? И даже, может быть, имеет этот дар. Ну, вот. Мы думаем, что если он помолится, то от него мы получим то, что мы хотим. Ну, не всегда так. Не всегда так. И иногда мы молимся за кого-то, ну, основание наше какое? Ибо ранами Иисуса Христа мы исцелены. И мы также проглашаем жизнь другого человека. Ибо ранами Иисуса Христа ты исцелен. Давай, я буду молиться за себя. И сейчас ты давай вперед. А ничего не происходит. Ну, потому что я не могу сказать, почему. Потому что не потому, что у тебя веры нет. Многие причины можно найти в Библии. Потому что иногда нет веры у того человека, который просит тебя молиться. Сказать, что воли Божьей нет, ну, совсем неправильно. Почему? Потому что Иисус исцелял всех. Прокаженных, слепых, одержимыми, бесами он ходил. Это его воля исцелять. Может быть, правды у тебя нет. Вера на это может быть. А может быть, Бог пока не проговорил. Почему? Потому что не сложились какие-то обстоятельства. И почему я об этом могу так обоснованно говорить. Потому что, если мы открываем первое послание Тимофею, это для того, чтобы вы более глубоко понимали смысл молитвы. Есть такое послание в Тимофею. Он говорит Тимофею, чтобы ты употреблял немного, потому что ты имеешь недуги, да? Чтобы ты употреблял немного вина. И это он говорит. Тимофей 5.23 5.23 он говорит. Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего, и частых твоих недугов. Также здесь он говорит. Оставил. Я забыл, как его зовут. Он также в этой главе говорит, что он оставил брата одного, больного, и пошел дальше, Павел говорит. И вот в этих стихах я могу одно понимать. Здесь говорится не только о желудке Тимофею, говорят. Тимофей тот, который был самый первый и близкий ученик Павла, который Павел ему передавал все, то, что он знал, который за него молился. И тогда вы можете себя спросить, а что, у Павла нет веры, что ли, мало было веры, чтобы за него помолиться. И у него все прошло. Не только желудок, там написано и недуги. Значит, это были какие-то недуги, какие-то, может быть, болезни или какие-то проблемы, которые его постоянно одолевали. Нет, Павел просто это не делал, не знаю почему. Может быть, наверное, скорее всего, потому что он не получил это действительно сердце от Бога. Также он говорит, что оставил, оставил брата своего больного и ушел. У меня также этот вопрос, а что, у Павла не исполнял он слова Якова, призовите пресвитеров, помажьте елеем. Тем более Павел, муж веры, помазал, помолился, все исцелилось. Но в деяниях мы также видим Павла и тени его, и платки, и так далее у апостолов. Достаточно было, чтобы люди исцелялись. Тогда было, а здесь он оставил, не хотел это делать. Почему? Ну, наверное, потому что не получал от этого, от Бога. Это не говорит о том, что мы не должны молиться теперь, мы не должны переживать, мы не должны провозглашать и действительно практиковать и так далее. Нет, ну просто, я вас веду немножко глубже, чтобы мы это делали не в привычке какой-то, потому что мы были научены это по телевизору и увидели, что какая-то или какой-то муж веры, который имеет только исцеление, к нему сотни тысяч идут. Нет, открывайте свое сердце перед Богом. Действительно, я могу сказать свой опыт. Я не со всеми молюсь. Меня иногда просят, говорят, помолись со мной. Или я не у всех прошу, чтобы за меня помолились. Я иногда это ношу в сердце, и Бог мне открывает, кому мне нужно подойти, кому попросить, чтобы за меня помолиться. Или с кем мне помолиться. Количество народу не определяет силу молитвы. Тогда бы не было тайной комнаты. Но также Иисус говорит, ты двое и трое, и я буду среди вас, я буду исполнять это. Я хочу, чтобы мы имели действительно открытое, прямое, ну гибкое сердце, такое, как губка, которая понимала, что мы делаем, а не просто как роботы. Помните, Павел говорит, я три раза просил, чтобы убрал. Что мы ему скажем? Что, Павел, у тебя нет веры, что ли? Просил бы дальше. Но Бог, не Бог языческий, какой-то истукам, которую надо умолять и лбом стучать о пол. И тогда он сделает. Павел понял, я три раза просил, достаточно. Я понял. Все. Бог, если ему будет угодно, он сделает. Я свое дело сделал. Я попросил. Бог услышал. Бог знает, что он меня слышит. Значит, не делает, значит, так надо. Авраам, когда просил, чтобы не сожгли Содом и Гамора, да, он там начал, как, биржа с Богом. Слава Богу, Бог милосердный. Он не истребил его, а наоборот, слушал, да, если мы читаем эту историю, чтобы не уничтожить Содом и Гамора. И когда они дошли до десяти праведников, читайте ниже стих, что сделал? И замолчал Бог. Все. Я сказал все. Не знаю, Авраам дальше продолжал или нет. Может, как мы, продолжал там. Но Бог сказал все. И вот я хочу это и оставить. Чтобы мы имели такое сердце. Чтобы мы не следовали каким-то привычкам. Или видением, каким-то модным наведением. Или это, чтобы мы, если мы говорим о молитве, если мы встаем молиться, если мы молимся за кого-то, если мы находимся на собрании и сейчас призывают молиться, чтобы мы понимали это всем сердцем, что такое молитва. Что это не тарабан-парабан, понимаете, и заученные слова. А живое слово, которое Бог, мы вначале говорим, почему Он слышит. Потому что Он смотрит на нас, на праведников, как на праведников. Да? Почему? Потому что мы поступаем так. Все в одном. Все в одном. И хочу позвать одного человека. Сейчас, ну, вы его все знаете. Просто он будет говорить такие слова. Точно, уверен. Знаете, многие люди спрашивают. Многие люди спрашивают. Ну, а как жить-то? Как жить с Богом? Что надо делать? Как поступать? Ну, я всегда им говорю одну историю. Которую написанную историю. Которую написанную историю. Да? А кто такой Соломон? Знаете? Ну, вот, эквесиаст и Соломон одно лицо, да? Он написал притчи. Самый мудрый человек на земле. Меня иногда спрашивают. А почему ты поступил так или так или так? Я говорю, потому что я хочу быть как Соломон. Ну, он написанно. Я испытал все. Я хочу испытать все. Ну, вот. Открываем последнюю главу. И колесиаст. Соломон, да? Мы представляем. Если мы читали Соломон. Огромное царствование. Где его серебро было, как камни. Где было везде золото. Где все цари поклонялись. Цари приходили послушать его мудрость. Что он скажет? Как нам вести дальше свое царство? Он получил это от Бога, да? Мудрость. И народ вдруг, да? Спрашивает у него. Ты скажи нам, как жить-то? Что делать? Как? Как? Чтобы мы тоже процветали. Мы понимаем, что процветаем. Но дальше как быть? Ты скажи нам какие-то мудрые слова. Я всегда представляю. Соломон выходит на трибуну. И говорит 13 стих, 12 глава. Вы хотели слушать? Слушайте. Выслушайте сущность всего. Бойся Бога. И заповедь его соблюдай. Потому что в этом все для человека. И закончил. И закрыл. Книжку. Вот и все. Народ ждал каких-то речей, наверное, красноречивых. Каких-то, наверное, там взяли тетрадки записывать. А он просто сказал, делайте это и это. И для вас это будет благословение. Я сейчас Алексея попрошу, чтобы он нам вышел и сказал эти слова, дальше продолжил благословение, которое мы будем обнимать. И привлекать свою жизнь и практиковать. Ибо я знаю, что Бог сегодня здесь и Бог говорит. Бог, он интересно все делает таким образом, что нам трудно понять это своим разумом, своим мозгом. Потому что его разум, он неисследимый, его мудрость, она очень глубоко как бы... Мы ее имеем, но она находится в нашем духе. И не всегда мы выносим это наружу. Потому что для того, чтобы это сделать, нужно к этому специально стремиться. Но то, что вы сейчас слышали... Мое желание, например, чтобы вы сохранили это в сердце. Потому что это то, что нам рассказывает о взаимоотношениях с Богом, о настроении твоего сердца. Ну, о твоем внутреннем мире, о твоем внутреннем человеке, о твоем сердце. Как ты находишься и живешь в этой жизни. И почему я бы хотел, чтобы вы это сохранили. Потому что это вот та весть, которую я хотел бы закончить. Закончить, да. А сейчас я скажу, просто немного дополню, то, как к этому прийти. Потому что иметь такие взаимоотношения с Богом, это очень хорошо. И это на самом деле победоносно для любого человека. Но это не происходит случайно. С утра вы вдруг проснулись или один раз там помолились, да. С утра проснулись, вечером поужинали или что-то сделали. И вдруг вы стали таким образом жить. Это стремление. К этому нужно стремиться, прикладывать усилия. Само собой это не происходит. Вот. Поэтому на самом деле мне очень понравилось то, что Саша сказал. Потому что я бы не стал так заканчивать, не хватило бы времени. То есть то, что я сейчас хочу сказать, как раз когда бы я дошел до этого момента, уже бы нам нужно было завершать собрание. Поэтому это то, что нужно было. Ну, это в моем представлении. А вот той соразмерности, которую я сюда записал. Но это входит вот в ту весть, которую я хочу сейчас составить. Для того, чтобы всем нам было благословение. И начать хочу с того, что вот я бывал на конференциях, да, на разных. Не скажу, что на самых разнообразных, но на многих и разных, да. И сам когда-то думал так. И потом слышал много раз от людей, которые побывали там на таких мероприятиях. Больших, грандиозных или не очень. Но тем не менее, где Бог являл свое присутствие, совершал какое-то действие. Менял жизни и сердца людей. Потом люди свидетельствовали о том, что вот мероприятие, конференция, собрание и так далее. Все это закончилось. И как будто бы это все ушло. И все осталось позади. Теперь я вот вспоминаю, грущу и жду чего-то следующего, какого-то такого события. И это как бы не совсем верно. Даже от некоторых людей можно было слышать, что вот мы как бы уехали, а Бог как будто остался там. Не совсем правильное это восприятие, а скорее сказать, вообще неправильное. Потому что Бог, Он всегда с нами. И всегда и во всем. И во втором коринфянам, в третьей главе, в 18 стихе говорится, что мы должны обновляться от славы в славу. Не от падения к падению, не от депрессии к депрессии, а от славы к славе. Это означает, что есть некоторая стабильная позиция, да. И она вот заключается в том, что человек находится в некой славе. Да, от славы в славу. То есть предлагается именно такой ход событий. Знаете, тоже часто я слышал такое, что вот жизнь христианина, это как кардиограмма, да, то вверх, то вниз. Но если вот смотреть сюда, то не совсем верно. Потому что от славы в славу, это не вверх и вниз. Это от славы в славу, да. Это не от славы вниз, в депрессию, потом от депрессии в славу. И вот так постоянно. Вот мне рисовали, что вот жизнь христианина, она вот как кардиограмма такая. Я сейчас не вижу, не нахожу, что это так. Это действительно есть так, потому что мы так решаем, потому что нас так научили, потому что... Но есть Слово Божие, которое говорит, что нет, от славы в славу на самом деле. И в другом месте говорится, что горы, они понизятся, да, а холмы повысятся. Перед пришествием Иисуса Христа, как бы была такая весть. И вот Иисус, который называется Христос, да, и написано, что знать Его, о чем мы сейчас слышали, это иметь вечную жизнь. Знать Его и знать Отца, это иметь вечную жизнь. Это и включает в себя то, что горы, они понижаются, а холмы, они повышаются. Если мы живем и обновляемся в этой жизни, то это должно происходить от славы в славу. Если происходит это иным образом, но при этом мы получили спасение, то мы будем спасены, как бы. Но при этом мы можем продолжать жить с таким убеждением, что наша жизнь, как кардиограмма, скачет то вверх, то вниз. И тем не менее, ты все равно будешь спасен. Ничего, как бы, ты не потеряешь спасение, просто жизнь на этой земле, где мы являемся странниками, она именно так и будет выглядеть. То есть, другими словами, мы, да, наполнены Богом ровно настолько, насколько мы верим. И вера очень часто, да, она приходит от слышания. И когда нам говорят, или мы слышим, что жизнь христианина, она вот похожа на кардиограмму сердца, если мы будем в это верить, мы так и будем жить. Но если мы смотрим на Слово Бога, и здесь написано, что, ну, мы должны обновляться от славы в славу, примем это в свою жизнь, да, будем следовать этому и стремиться к этому, то мы так и будем жить, несмотря на то, что у нас происходит вокруг нас. Внутри нас будет всегда пониженный холм и повышенная долина, и будет стабильность. В Римлянам 11.29 там написано, что дары и призвания Божии, они не приложены. То есть, если Бог дает нам что-то, да, Он не делает так, что сегодня дал, завтра забрал. Послезавтра опять дал, а через три дня опять забрал. И то вперед, то назад, не пойми, что происходит. Нет, дары и призвания Божии не приложены. Если Он дал тебе радость, ты ее имеешь всегда. Да, обстоятельства могут быть разными, да, там, какие-то ситуации могут случаться, но если Он дал тебе любовь свою, если Он дал тебе радость, если Он дал тебе силы что-то преодолевать, ты это имеешь всегда в своей жизни. И здесь заключается в чем суть? В том, что во что мы верим, то и получаем. Я не говорю, что мы можем верить во все, что угодно, да. Говорится о том, что вера наша основана на Слове Божьем. А Слово Божие говорит, что дары и призвания Божии, они не приложены. То есть, если Бог дал, ты уже это имеешь. И если мы должны обновляться от Славы Славу, тогда мы можем всегда находиться в этом стабильном состоянии, несмотря на обстоятельства, которые нас окружают. И мы видим эти примеры в Библии, мы видим этих героев в Библии, которые поступали и жили таким образом. Иисус первый из них. Поэтому, как бы, неважно, да, какие мероприятия, конечно, они могут помочь, могут дать толчок и так далее. Но на самом деле, твои отношения к Богу, полнота от Бога, Его Слово, Его помазание, Его сила, которую Он изливает, это не влияет, не влияет никакие внешние факторы землетрясения или конференции или еще что-то. Тем более, у нас была такая тема, которая называлась, как? Да, преображающая сила Евангелия. И слова, которые мы вообще слышим, как бы, да, на которых мы акцентируем свое внимание, слова, которые мы понимаем, если они по-русски звучат, потому что мы люди русские, да, вот эти слова, если мы придаем им точное смысловое значение, оно может очень многое нам сказать в жизни. И очень часто вот слова, если мы не размышляем над ними, а Слово Бога, важно над ним размышлять, и любые слова, если мы над ними не размышляем, да, что, какое они смысловое значение в себе несут, порой они замыливаются просто и теряют свое смысловое значение, просто замыливаются, как бы, и становятся такими, ну, повседневными, скажем так. Почему? Потому что Евангелие, на самом деле, это радикальный термин. То есть до появления Библии слово Евангелие в греческой культуре, в истории вообще, в книгах встречалось только два раза слово Евангелие, до появления Библии. И оно означает не просто хорошая новость, ну, мы привыкаем к этому слову, да, хорошая новость Евангелия, оно означало, на самом деле, что-то радикальное, что-то за рамки вон выходящее, то есть такая весть, в которую вообще трудно поверить. То есть весть настолько хорошая, что вообще трудно поверить, что это может быть правдой. То есть вот слово Евангелие, оно само в себе имеет такое смысловое значение, поэтому вот в тот исторический момент это слово, оно не использовалось практически, не было таких событий. Всего два раза в литературе это слово использовалось. Ну, когда писались книги, слово Евангелие, были какие-то два исключительных события, к которым применялось это слово. И, ну, греческий язык, да, уникальный, очень много слов мы имеем из греческого языка, очень просто на греческом придумывать слова, там, берутся, слоги с разных слов составляются, и получается, оп, новое слово, такой специальный язык для этого, как бы, да, очень интересный. И вот Евангелие, если бы мы, на самом деле, находились бы в то время сейчас, тогда, в то время жили, если бы мы услышали слово Евангелие, это бы прям вот задело бы наш слух. Если бы нам сказали, что Евангелие, и мы бы захотели услышать эту новость. Почему? Потому что это была какая-то кульминация, к чему-то подводила. Это что-то настолько выходящее за рамки, что просто мы бы прям навострили уши, нам бы прям интересна была эта новость. Вот почему Евангелие названо Евангелем, потому что до пришествия Иисуса Христа никогда ничего подобного не происходило. И Бог, вот, придумал такое слово, да, сохранил его, там, законсервировал каким-то образом, а потом взял и употребил, что в тот момент это прям резало слух людям. Сейчас это слово замылилось и стало, как бы, вот, применяться повсеместно, да. Я работаю в такой сфере, там, немного интернет-маркетинга, да, где я встречаюсь, там, с людьми, которые в интернете, они говорят, вот, там, проповедуют Евангелие, там, этого, там, контекстной рекламы, там, да. Сейчас это повсеместно происходит, как бы, вот, так люди выражаются уже. То есть, евангелист в такой-то фирме, он является евангелистом, да. Ну, как бы, вообще смысл слова другой, он теряет свое значение со временем. Если бы мы, на самом деле, ну, понимали силу этого слова, нам даже не нужно было бы, ну, как бы, проводить, вот, подобную конференцию. Почему? Потому что, если ты только произнес это слово, это уже, то есть, такая новость, что, что, что там случилось, как бы, сразу. Человек бы вот так реагировал. Потому что это настолько было слово таким вот цепляющим. Вот. И в этот момент, как бы, да, что проповедовалось? Проповедовалась весть об Иисусе Христе. Потому что именно это и называлось Евангелем. Людям не нужно проповедовать о гневе, на самом деле. Как это часто делается. Почему? Потому что человек сам знает об этом. Ему не нужно об этом говорить, он сам об этом знает. Вот если весть о спасении, она настолько хороша, что трудно, чтобы, ну, трудно поверить, чтобы это было правдой. Потому что, когда ты это слышишь действительно весть о спасении, как бы, да, настоящей Евангелии, то по-настоящему трудно поверить, что это правда. Поэтому многие не верят. Поэтому многие просто, вот, они сидят и ждут, что что-то произойдет. А на самом деле уже всё произошло, да. Но почему? Потому что она настолько хороша, что многие просто не могут в это поверить. Они отказываются в это верить. Вот они слушают, они сидят, и они вот внутри себя, не может этого быть. Вот ты мне чеши там, что хочешь, короче, но то, что ты говоришь, этого не может быть. Он не говорит, иногда человек это не говорит открыто, он просто вот так думает, его мысли, они такие внутри, потому что вот настолько хорошая эта весть, что люди просто не соглашаются с этим. Вместо этого многие, часто я слышал, говорят о гневе Божьем, вот тебе нужно спасение от гнева Божьего, там от греха до человека это знает, ему даже не надо это объяснять. Вот в Римлянам давайте откроем, 1 глава, 18 стих. И получается, что первая весть, ну как, само Евангелие, когда мы объясняем, мы хотим сказать, в это вообще трудно поверить, трудно это принять. А второе, то, что мы хотим сказать, это, ну тебе нужно спасение от гнева. И на самом деле, если мы так доносим все это, очень трудно доносится. Почему? Потому что, что ты мне рассказываешь то, что я и без тебя знаю, там, ну, весть о гневе, да. А Евангелие, так это слишком хорошо, чтобы это было правдой. И вот здесь вот и, ну, как бы и есть вот это вот стопор, вот это, да, вот это вот броня. Почему? Потому что, ну, и тогда что мы выбираем? Мы выбираем дальше нести Евангелие или рассказывать о гневе Божьем? Вот. Тогда Римлянам, 1 глава, 17 стих, давайте откроем. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправдой. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Вот здесь вот написано, да, что открывается гнев Божий на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправдой. И если вам будут говорить, что я человек неверующий, да, я там атеист и так далее, я просто не верю такому человеку. Потому что у нас, у всех мы рождены с верой, мы рождены с осознанием того, что Бог есть. Просто человек, он лжет, и он может в этом не признаться. Почему? Потому что я больше верю Библии, тому, что говорит Библия, чем то, что говорит человек. Если человек передо мной, он говорит, ну, я неверующий, я ему не буду говорить, что ты обманщик, как бы. Но я знаю, что он обманщик, он обманывает. Он обманывает себя, он обманывает меня, да, он обманывает всех окружающих, говоря слова, что я неверующий, я атеист и так далее. Такого не может быть. Библия это отрицает. А я верю больше Богу, чем человеку. И здесь говорится, что даже более того, человек понимает, что гнев Божий на нем пребывает. Именно поэтому люди очень часто прячутся от тишины. Почему? Потому что в тишине они начинают приходить к этим мыслям и выводам. И тогда всегда играет радио, телевидение, люди занимают себя какой-то работой для того, чтобы спрятаться от этой истины, спрятаться от этой действительности, прячутся от этого. Почему? Да потому что они знают, что с ними происходит. Они знают, что есть гнев Божий на тех, кто подавляет истину неправдой. И переживают это в своей жизни. Поэтому людям даже не нужно об этом проповедовать. Они и так об этом знают прекрасно. Но умело это скрывают. И плюс еще говорят, что мы вообще не верим. И все это является неправдой и ложью. То есть, когда мы будем кому-то доносить Евангелие, нужно все это учитывать. И почему я хотел сказать, чтобы вы сохранили в сердце своем то, что сказал Саша, потому что это отношение с Духом Святым, где нет шаблона. Потому что донести как-то кому-то Евангелие, сделать какой-то поступок, молиться с кем-то или призвать кого-то для молитвы, идти и сделать или не сделать. Все это взаимоотношение с Богом через Святого Духа и быть чувствительными к тому, что тебе Дух Святой говорит. А поэтому нет никакого шаблона, как и кому что доносить, и как все правильно сделать. Только тот, кто знает все, он может сказать и направить. И это единственное правильное и верное решение. Поэтому никаких формул не существует. Есть только принципы и есть живые отношения с живым Богом, который является личностью. И от этого все начинается, и этим все заканчивается. Поэтому религия – это ужас. А живые отношения с Богом – это супер. Сейчас мы посмотрим на несколько шагов, которые нам помогают или отдаляют нас от того состояния сердца, о котором мы слышали вначале. Римлянам 1, 21. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умственных своих, и омрачилось несмысленное их сердце». Дальше не будем читать, на этом стихе мы как бы и остановимся. Дальше о последствиях мы можем видеть, что наше сердце, оно либо станет чувствительным и восприимчивым к Слову Бога и к Его Духу, либо оно просто омрачится, станет твердым и непослушным. И мы как бы вот в этой своей гордости как бы и так ничего и не получим ни в этой жизни, ни в будущей. Вот. То есть, либо прославляем Бога, либо не прославляем, либо благодарим, либо не благодарим, да? Либо, как здесь говорится, осуетились в умственных своих. Здесь говорится о воображении. Мы сейчас это посмотрим. Либо мы осуетились в своем уме, либо мы имеем правильное воображение. И либо мы имеем хорошее сердце, о котором мы сейчас слышали, либо мы имеем испорченное сердце. И начнем с чего? С прославления. С того, с чего начинается наше собрание. Вот. Потому что то, что здесь написано, не работает в обратном порядке. Почему? Есть определенный порядок, и это не является религией, да? То есть, иногда бывает какое-то изменение. Там, ну, человек проповедует, потом есть прославление. Но, в общем и целом, как правило, всегда человек прославляет Бога. Потом все остальное за собой тянется. И прославление – это не просто произносить слова и петь красивые песни и восхвалять. Даже вот эти два значения – прославлять и восхвалять, да? Они как бы буквы «и» союзом соединены. Но они и смысловое значение, и разное немного несут. Потому что слово прославление, оно включает в себя немного больше, чем то, что является словом «восхваление». Да? И прославлять – это то же самое, что возвеличивать или высоко ценить. Когда мы что-то превозносим, превозносим своим существом, своими мыслями, своими чувствами, своими желаниями, да? Мы что-то превозносим, и мы это высоко ценим. Это означает прославлять. То есть, если вы будете изучать, смотреть там по словарям, опять же, эти греческие слова и так далее, вот вам захочется самостоятельно не верить вот тому, что я вам говорю, то вот изучите и найдете сами, что прославлять – это не просто восхвалять, да? Это не просто… Но это возвеличивать и высоко ценить. Вот это слово означает оно. И на самом деле Бог, когда что-то делает в нашей жизни, когда Он что-то совершает в нашей жизни, в нашем сердце, то мы после этого, люди, да, мы придаем этому цену. Мы придаем этому цену. Это является либо ценным в нашей жизни, либо, знаете, что дальше происходит? Враг, враг, который видит, что с нами происходит, Он пытается обесценить то, что мы получили. Он начинает соревноваться за цену, которая нам дана. Он пытается сделать это незначительным. Потому что тот, кто, ну, дает этому настоящую цену – это мы. То есть, мы получаем что-то от Бога, и мы говорим, да, это ценно, либо это не ценно. И мы знаем, да, из опыта, что часто так бывает. Мы получаем что-то от Бога. Бог что-то сделал в нашей жизни. И в этот момент мы просто вот переполнены, и мы вообще как бы, ну, выше этой планеты. А потом, через какое-то время, вдруг начинает все угасать потихоньку. Что-то и это может быть случайность, и это может быть не то. А здесь может быть и ошибка какая-то, да, вообще от Бога ли это вообще было. Почему? Потому что враг, он начинает претендовать на эту ценность, которую мы заложили в себя. Мы получили это, и мы знаем, что это ценно по-настоящему, да. Это для нас является прям, ну, как большой ценностью в данный момент. Но завтра уже может быть так, что к нам приходят какие-то сомнения. Почему? Потому что сатана, он хочет показать тебе обратное. Он хочет эту ценность разрушить. Он не претендует на то, что это произошло в твоей жизни. Да, это произошло, но, да, как сейчас многие объясняют, что море красное, оно, как это, раскрылось. Не сейчас многие объясняют, это вообще в истории, как бы, есть конфессии, которые они объясняют, что, ну, подул сильный ветер, и там море красное раскрылось, и израильтяне прошли. Ну, тогда вопрос, а как тогда египтяне утонули? Ну, потому что они говорят, что там воды было по колено, на самом деле. Ну, в этом месте, в Красном море, да, где они переходили, там воды было очень мало, такое место мелководное. И тогда был, ну, сильный ветер, короче, и вот оно раступилось, и они прошли, и тогда потом, а как они могли, эти, египтяне утонуть в воде по колено? Если это так, ну, тоже возникает следующий вопрос, да. И есть прям, ну, целые динаминации, которые этому учат. То есть, они прям, у них это прям учебники, вот как надо учить вот именно об этом месте. Вот, и получается, что у нас у всех есть такие опыты, когда мы что-то получаем от Бога, мы даем этому цену определенную, а на следующий день к нам приходят какие-то мысли, которые хотят обесценить то, что мы имеем. И от этого зависит прославление. Почему? Потому что то, что Бог дает, мы высоко ценим и возвеличиваем это. Почему мы высоко ценим и возвеличиваем Бога? Именно поэтому. Или по какой причине, как бы? Просто потому, что мы произносим слова, слава Богу, слава Богу, за все Ему слава, и все. Потому что написано так делать, но это не совсем верно, как бы, это не будет от нашего сердца, это будет просто, вот это то, что называется религией, как бы. Это неправильно. Но если это исходит от нашего сердца, значит, мы это высоко ценим. Если мы высоко это ценим, значит, Бог что-то сделал в нашей жизни, и мы, мы определили этому цену. И нужно защищать это. Почему? Потому что враг будет приходить и обесценивать. У него такое желание это сделать. И это работает, знаете, как это, как детские качели. То есть, когда вы находитесь наверху, да, то одна часть детских качелей, она наверху, а другая часть, она внизу. И наоборот. И если мы не будем, я говорю, что это случайным образом не происходит, к этому нужно приложить усилия. Не происходит это случайным образом. То есть, нам нужно сознательно начинать прославлять Бога. То есть, сознательно начинать ценить то, что Он нам дает. И, кроме этого, нужно обесценивать сознательно то, что нам пытаются втюхать, да, враг. Вот, как бы, таким вот наглым образом и способом через все, что угодно, все, что нас вокруг окружает, нужно сознательно от этого отказываться. Сознательно это обесценивать. А мы что иногда делаем? Да, мы умеем, что делать? Раздувать из мухи слона, да. Я, когда пришел, вот, ну, ходил в другую церковь, когда пришел из центра, я пошел в одну церковь, да, и мы ходили там, беседовали с пастором, как бы, перед тем, как жениться. И он сказал, ну, вот, вам с женой нужно тут, как бы, проходить консультацию, пятое-десятое. Я говорю, а зачем? Он говорит, ну, ты понимаешь, потом начинаются вот, когда проблемы, чтобы избежать многих проблем. И я говорю, какие проблемы? И он мне начал приводить. Он говорит, смотри, ко мне люди приходят вот с такими проблемами. Вот там, и начинает приводить такие примеры, что я их даже приводить здесь не буду. Что люди вообще могут кому-то приходить за советом и называть это вообще проблемой, как бы. Это ни в какие рамки вообще не укладывается. И он мне рассказывает вот эти истории, говорит, вам надо обязательно проходить, ну, консультацию и так далее. Я говорю, понимаете, мы христиане. Он говорит, ну, и чего? Я говорю, ну, вы мне рассказываете про каких-то людей непонятных. Это христиане, они каждое воскресенье ходят в церковь. И уже давно. Я говорю, да нет, нет, вы не понимаете. Я говорю, мы христиане. Я говорю, я верующий человек, я рожденный свыше от Бога человек. А вы мне рассказываете про каких-то непонятных людей. Он говорит, почему? Я говорю, потому что невозможно быть христианином и говорить, что это является проблемой. Ну, как бы, если у тебя Христос живет в сердце, то это вообще, как бы, ну, две несовместимые вещи. Но, тем не менее, это так. И не будем приводить примеры, вы все их, ну, точно знаете. И слышали о таких примерах, просто, как бы. Мы умеем это делать. Почему? Потому что иногда мы подходим, да, и мы смотрим на проблему вот с такого расстояния, короче, да, что она становится такой огромной в нашей жизни, что просто она заполоняет весь наш взгляд. А вы были когда-нибудь в этой картинной галерее, в Третьяковке? Видели, там есть такие на всю стену огромные картины? То есть, если к ней вплотную подойти, вообще непонятно, что там нарисовано, да? А если отойти и назад, то вот она, картина открывается. Все становится ясным, все становится видно. И если мы живем и поступаем вот таким образом, то мы, на самом деле, возвеличиваем проблему. То, что мы должны упразднять по умолчанию, и это должно быть, ну, нашей задачей, то есть, это само по себе не происходит. Мы должны возвеличивать и прославлять Бога, и та ценность, которую Он нам дал через то, что Он сотворил у нас, мы должны превозносить это. А то, что не является ценным и является просто, понимаете, ну, проблемой, скажем так, пусть это будет проблема. Пусть это будет проблема со здоровьем, да, пусть это будет проблема с финансами, пусть это будет проблема с женой, с мужем, с родственниками, с детьми, с чем угодно. Если мы эту проблему делаем огромной, Бог хочет, чтобы это происходило в нашей жизни, или враг хочет. Система этого мира или Божье Царство, что является причиной разводов, плохих отношений детей и родителей, состояния здоровья, грех или благодать и так далее. Да, проблемы есть, мы их не отрицаем, но как мы к ним относимся? Если мы их возвеличиваем и делаем великими и большими, то мы обесцениваем то, что Бог сделал в нашей жизни и сделал вообще для человека. В этом суть. То есть, и вот поэтому здесь и написано, что, но как они, познав Бога, да, опознав, что значит, как мы здесь говорили, да, что людям не нужно рассказывать о гневе Божьем. Они и так об этом знают. И когда они, познав Бога, они не прославили Его, то есть не оценили то, что Иисус сделал для тебя, да, не придали этому ценность, не возвеличили это, не сделали это большим и при этом не умножили, не уменьшили всех тех проблем, которые у тебя есть, то здесь говорится, что и не возблагодарили. Почему? Потому что вот эти понятия, они взаимосвязаны. Прославление, как возвеличивать или превозносить и благодарить, это взаимосвязанные события, да, они отдельно друг от друга не работают. И поэтому мы определяем как бы ценность для себя, да. Ну вот еще другие, другие примеры, вот из этого сейчас перейдем к слову «возблагодарить». И другие примеры, это Павел, филиппийцам, 3 глава, 7-8 стих. Откроешь, Макс, у тебя быстрее получится. Что там написано? Это вот этот стих, где он почитает засор, да, все? Вот. То есть, понимаете, он сознательно это делал, он сознательно почитал засор то, что не являлось, ну, Божьей ценностью. Сознательно придавал этому обесценивание в своей жизни. То есть, понимаете? И это работает как обоюдно острый меч. Потому что если мы будем возвеличивать Бога и будем возвеличивать проблему одновременно, это не будет работать. Будет работать что-то одно. Либо велика будет ценность проблемы, либо будет велика ценность Божьих вещей. Не может быть и то, и другое. А, Бог велик и всемогущ, и моя болезнь или мое отношение с мужем, женой или с кем там не было, они в таком ужасном плохом состоянии, вот в таком же огромном и плохом состоянии, как великий Бог. Такого не может быть. То есть, либо что-то мы будем превозносить, и что-то другое нам нужно умолять, делать это бесценным. Либо наоборот, если мы придаем ценность каким-то проблемам в своей жизни, то Бог будет уходить на задний план. И как следствие, это не является прославлением, потому что прославление, слово оно и включает в себя, как превозносить и делать большим. А Павел, например, вот здесь, он обесценивал то, что он имел. А имел он достаточно много. Мы знаем это по истории, чисто по плоти он имел достаточно много. И Авраам, например, он был тверд в вере, воздав славу Богу. Римлянам 4 глава, 20 стих. Здесь говорится, не поколебался в обетовании Божьим неверием, но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу. Каким образом он пребывал твердым в вере? Воздавая славу Богу. То есть, ценя то, что он ценил то, что Бог ему давал, он это ценил. И таким образом он пребывал в вере. И человек часто не может ходить в вере, именно потому, что он обесценивает Божьи вещи, а проблемы возвышает. Но Авраам делал наоборот. Он Бога возвеличивал, воздавал славу Богу. Почему так важно понимать значение этого слова? Прославлять. Он ценил и возвеличивал это, превозносил Бога в своей жизни. А все остальное он делал слабым сам, обесценивал сам. То есть, нам дано право что-то ценить и обесценивать. Это мы делаем. Бог делает что-то, совершает, а мы ставим этому оценку. На основании этой оценки мы уже держимся за это или почитаем это за мусор. Мы сами решаем. Он ценил Божье больше. И Евреям 11 глава, 24-26 стих. Там написано, что Моисей, он смотрел на воздаяние. И он почитал награду. То есть, понимаете, нам тоже же не предлагается сделать это просто так. Моисей смотрел на воздаяние. И Иисус, для нас главный пример, да? Он делал то же самое. Евреям 12 глава, 1 стих. Как там написано? 1 и 2 стих. Поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех. И с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который из-за предлежавшей ему радости претерпел крест. В синодальном переводе неправильное слово стоит. Ну, прям вот, прям неправильное. Прям не вместо, а из-за. Настоящий перевод. Причина. Причина, да? Он смотрел на то, какая радость его ожидает. Радость его ожидал. Он видел, он знал, он смотрел на воздаяние, на то, что он не останется мертвым. Он будет воскрешен из мертвых. Он видел плод, который будет после этого. Он видел нас с вами. Это придавало ему радости. И написано, что он из-за предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамления. Он обесценил посрамления. Его раздели, его избивали, в него плевали, его повесили на кресте. Но он это сделал не только из-за любви. Из-за любви, конечно. Но что придавало силы ему сделать это? Вы тоже должны помнить, что Иисус действовал здесь на земле как человек. Он имел Святого Духа, и мы имеем Святого Духа. Но он имел веру, и мы имеем веру. Он был на 100% как человек и действовал как человек. Он был Богом, да. Но жил и действовал здесь на земле как мы с вами. Функционировал ровно так же, как мы. Ему даны были те же самые условия, как и нам, ни больше, ни меньше. Взаимоотношения с отцом у него были. Почему? Потому что он был безгрешен. Нам даны взаимоотношения с отцом через него. Он умер и воскрес, даровав нам через свою благодать, вернул нам взаимоотношения с Богом, отношения с Богом таким образом, что это Евангелие, оно слишком хорошее, чтобы могло быть правдой. Что любой человек, неважно сколько совершил преступлений, как хорошо или плохо он жил, если он принял Иисуса Христа, исповедовал его своими устами и поверил в сердце, если он это сделал, у тебя есть взаимоотношения с отцом такие же, как они были у Иисуса Христа на момент его нахождения здесь на земле. И он функционировал точно так же, как мы с вами. И поэтому здесь говорится, чтобы мы взирали на начальника и совершителя веры Иисуса Христа. Он первый, кто прошел этот путь таким образом, оставив нам пример. И здесь говорится, что он из-за радости, которая его ожидала, он что сделал? Он пренебрег посрамления. Он сделал его ничего не значащим. То есть он возвысил Божие в своей жизни. А то, что было не от Бога, он это унизил. Он не стал даже на это смотреть. Он на это не обращал внимания. Вы смотрите на его поведение. Как над ним издевались, что только не делали. А он оставался спокойным. Он оставался человеком, который на тот момент, находясь в таком положении, никто так не реагирует, как он реагировал. Если мы отталкиваемся от чего? Если наша ценность, наш взгляд отталкивается от обстоятельств, которые нас окружают. Он не отталкивался от этих обстоятельств. Он смотрел по-другому. Он смотрел на ту радость, которая его ожидает. И это связано с нашим воображением тоже. Очень тесно связано. Бог настолько близко к нам и к нашему естеству, потому что он нас создал. Он на самом деле использует все то, что он создал для того, чтобы иметь с нами эти отношения. И воображение в том числе. Давайте дальше посмотрим. И не возблагодарили. Благодарность прославляет Бога. На самом деле. Они вместе идут эти понятия. И неблагодарность на самом деле это болезнь нашего поколения, как мы можем увидеть. Вот 2 Тимофея, 3 глава. 2 Тимофея, 3, 1. «Знаете же, что в последние дни наступят времена тяжки, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны» и так далее. Мы сейчас видим, как это происходит. Все, что здесь написано, как бы. И неблагодарность – это проблема большая. Что нам помогает благодарить Бога? Это память. Потому что если у нас нет памяти, то за что нам Бога-то благодарить? Представляете, если у нас каждый день новости, как бы, да? Как это самая веселая болезнь называется? Каждый день новости, да. Ну, память, если мы ее имеем, да, она всегда-всегда помогает нам благодарить, понимаете? Всегда помогает благодарить. Поэтому об этом тоже нужно заботиться. На самом деле Бог не раз спасал пятую точку каждого из нас. Неоднократно. И знаете, в чем? Проблема, что многие из нас очень часто забывают об этом. Я могу сказать про себя, что вот прошло время, и я какие-то вещи, как бы, уже забыл. И иногда в каких-то разговорах я вдруг вспоминаю, как Бог меня сохранил. Сколько раз Он сохранил меня от смерти. И знаете, что эта память порождает во мне? Благодарность. Благодарность. Я вспоминаю, как на самом деле я ценил эти моменты. И вот эта ценность, она помогает мне начать прославлять Бога, возвеличивать то, что Он сделал во мне. Понимаете? Вот как это работает. То есть, и мы должны помнить, даже Бог, Он не просто так, Он сказал людям, что вот, сделайте то или сделайте это, как памятник. Суть-то не в памятнике, а в памяти, да? Он сказал, что нужно сделать хлебопреломление, да, и причастие. Для чего? Для того, чтобы вы вспоминали, вспоминали, чтобы не забывали, вспоминали, да? Всякие вот эти вот памятники, которые в Ветхом Завете ставили здесь или там. Для чего? Для того, чтобы помнить. Мы должны помнить, что Бог для нас сделал. Он слишком много для нас сделал, чтобы Его обесценить, на самом деле. И вот общаясь, как бы разговаривая, вы часто же вспоминаете какие-то истории из своей жизни, когда не знали Бога. И вы видите, и когда знали Бога тоже уже. И вы видите, как Бог действовал, как Он спасал неоднократно вас. И нельзя это забывать. Это помогает нам высоко ценить и прославлять Бога. Отдавать Ему славу, потому что это как в противодействии тому, что несет этот мир со всем его негативом, со всеми его проблемами. Потому что Святой Дух, понимаете, когда Он побуждает нас к чему-то, Он не оставляет нас один на один с этим. То есть, если у нас есть какие-то побуждения, например, и мы отвечаем на Его побуждения, то Бог дает, Святой Дух дает все необходимое для того, чтобы исполнить то, к чему Он тебя побуждает или призывает. И Бог никогда так не действует, что Он что-то делает в твоей жизни для того, чтобы это просто сказать или просто сделать, а потом это забыть и все. Но тут, понимаете, все тянется хвостом, как бы, как ни крути. И вот, да, есть жизнь до Христа и после Христа. Ветхий и Новый Завет. Это в нашей жизни есть жизнь до Христа и после Христа. Но все равно это взаимосвязано. Мы как бы не можем вырваться из контекста. Потому что Бог с нами работал еще тогда, когда мы к Нему даже не обратились. И Он знал о нас и желал нам самого лучшего, когда мы еще не родились. Поэтому мы не можем отделять свою жизнь, как бы, вот, разделили и все. и то, что с нами было до Христа, этого как будто бы не было никогда. Да нет, все это было и есть. И это наша история. И все это образует некоторые ценности в нашей жизни. Для того, чтобы мы могли сравнить, что было до и после. И ценность, которую дал нам Бог после Христа, она возвеличивает Бога на самом деле. И память для этого очень хорошее основание. Вот. Никогда не забывай, что сделал Бог для твоей жизни. вот. И Павел, например, вспоминая, мы об этом слышали, вспоминая то, что Бог сделал с ним, он говорил, что у меня были легкие страдания, мы об этом слышали, про легкие страдания его. Но они были такие легкие, что мои проблемы по сравнению с его страданиями, его страдания вообще ничего. Мои вот мои проблемы, да, это. А то, что его один раз убили, как бы, И он воскрес из мертвых. Об этом, правда, не говорится, но вот прочитайте между строк. Когда его вывели за город, иудеи не побивали так, чтобы закидали камнями и ушли. Они должны были удостовериться, что человек умер. Часто это происходило так, они должны были увидеть мозг. То есть, когда они били камнями, они должны были увидеть, как у человека вытек мозг, и он лежал мертвый и со скрытой черепушкой, проще говоря. Вот так они должны были сделать и уйти. И, скорее всего, они так сделали. Написано, Павел встал и отряхнулся. Скорее всего, Павел воскрес из мертвых. Я не берусь ничего утверждать, но если сложить все вот эти вот события, как бы, да, вот, ну, сами, ну, то есть, ну, сами понимаете, что мои страдания, они гораздо сложнее, чем его, правильно? Ну, что-то у меня насморк, как бы. И 200 рублей не хватило. Конечно. То есть, понимаете, мы сами даем ценность. И Павел говорит, что это легкие страдания вообще. То есть, и когда ему сказали, что, ну, возможно, ты умрешь, он говорит, да вообще красота. То есть, как бы, я вообще вот думаю, здесь мне оставаться или к Богу уйти, там лучше, но здесь для вас полезней. То есть, как бы, вот я борюсь тут с выбором с этим, да. А когда человек слышит, что, ну, понимаешь, у тебя смертельная болезнь, и... Христиане, когда слышат это, как они реагируют? Все, депрессия, да, супер депрессия. А Павел бы как отреагировал? О, класс, наконец-то, дождался. Ну, на самом деле, правильная реакция была бы какая? Я верю, что Бог меня исцелил. И я точно от этого вас уважаю. Но если я и умру, то это несравненно лучше, чем пребывать здесь с вами. До свидания. Да? Ну, правильная реакция такая вот по Библии. Но мы так реагируем? Нет. Чаще всего нет. Почему? Потому что мы возвеличиваем не Бога, мы возвеличиваем проблемы. А невозможно одновременно возвеличивать и Бога, и проблемы. И мы при этом говорим, что Бог-то велик, Бог-то всемогущ, и проблема моя, она такая же большая, как ты. Да нет, она даже больше, чем ты. Почему? Да потому что ты с ней не можешь справиться почему-то, да. Ну, конечно, не справиться, потому что нам дано вообще решение ставить цену тем или иным событиям в нашей жизни. И Павел, почему он справился? Потому что внутри него была вот эта благодарность. Вы помните, вот в тюрьме он прославлял Бога, восхвалял, они там с силой были в кандалах, как бы, при этом они восхваляли Бога, воспевали Ему. Невозможно сломать человека, когда у него внутри давление больше, чем то, что, ну, снаружи. Да, вот этот вот пример, когда нагревают открытый сосуд на огне, а потом убирают с огня и закрывают крышкой. Перепад давления его просто сплющивает, когда воздух остывает внутри. Там образуется вакуум, и давление, которое снаружи, оно сплющивает его. И если мы внутри являемся пустыми, давление, которое снаружи, оно просто нас раздавит. И в этом весь секрет, да. Мы внутри должны быть сильнее, чем то, что нас окружает. И когда Иисус спал в лодке там, да, когда они пыли, и начался шторм. И у всех там была паника у учеников, мы умираем, помоги нам, да. Он встал и говорит, вы что так боязливы, маловеры, да. Встал и запретил море. Знаете, почему он смог запретить море? Мир, который был внутри него, он был больше этой бури. Поэтому он смог это сделать. У него был такой мир, что он просто спал там на корме. Он знал, что он доплывет до берега однозначно. Почему? Потому что отец ему сказал это сделать. Он говорит, все, что я делаю, я делаю то, что мне показывает мой отец. И значит, ему отец показал, что ему нужно переправиться на ту сторону моря, где они должны были совершить ту работу, которой... И он вообще должен был умереть на кресте. Как бы, да, он не утонуть в море должен был. Поэтому он спокойненько себе спал, быв уверен, что он переправился на другую сторону, а у учеников началась паника. И вот этот мир, который внутри него, он мог повлиять на окружающий его катаклизм. Именно таким образом это работает. Понимаете? Мир Божий, который он в себе, он передал его окружению. Да, помните, я как-то привозил вот этот пример, где сказано в Библии, что я сказал, что вы боги, да, что человеку была дана определенная власть действовать на этой земле и управлять этой землей. Так вот, по-другому, иначе это не происходит, как без бога. Самостоятельно мы это делаем, и вы все видите, как мы это делаем. Люди, которые без бога руководят и управляют планетой, это просто хаос какой-то. Да, пытаемся какие-то системы наладить, но они не работают. Но если это делается с Богом, именно вот так это и работает. Иисус имел мир Божий внутри, и когда он запретил морю, это исходило из его сердца, это исходило из его жизни, это исходило тоже, он смог это передать окружающему. А часто на нас влияет буря, которая снаружи, влияет на наш внутренний мир. Таким образом, что это просто сплющивает нас. Почему? Потому что внутри вакуум, ничего нет. И начинает сплющивать, да, и приносить такие потрясения сильные. Почему? Потому что внутри... А когда у тебя снаружи давление, а внутри, как минимум, такое же давление, ничего не происходит. Поэтому Павел пел там себе при спокойниках в темнице, да, и прославлял Бога. Почему? Потому что внутри него состояние было намного сильнее, чем то, что его окружало. И он ценил и восхвалял внутри себя Бога, превозносил внутри себя Бога, а не обстоятельства, которые его окружали. И поэтому он смог это назвать легкими страданиями. Да? А у меня проблемы, у меня насморк. Все, я встал как бы. И вот это интересно, да, то, что Иисус, как Он действовал. Я раньше задавался таким вопросом. Я думаю, как же Бог... То есть, Иисус, ты видел то, что Отец тебе сказал, и поэтому ты делал, да? И я думаю, ну, я тоже хочу видеть. Я тоже хочу видеть и хочу делать. И как ты видел, и как ты делал? Сейчас я понимаю, что это происходит через воображение. Бог нам дал воображение, да? Для того, чтобы мы могли видеть, и Бог нам мог показывать. И вот дальше там говорится в римлянам, осуетились в умственных своих, да? Мы можем осуетиться, а можем иметь правильное воображение от Бога. Когда мы осуетимся? Когда мы не прославляем, когда мы не благодарим Бога, тогда что мы прославляем? Мы прославляем проблемы, мы плачем всю дорогу, что нам плохо, и как в итоге, наш ум, он осуетится от этого. Почему? Потому что мы постоянно начинаем думать об этом. Постоянно мы думаем о плохом. Постоянно мы возвеличиваем негатив. Постоянно, постоянно происходит. У нас появляются морщины, у нас появляются седые волосы. Не по времени. Да, и лишний вес. И, ну, не по времени, потому что по времени морщины и седые волосы – это нормально. Но я говорю, я как-то приехал там через 15 лет здорового образа жизни, и вот увидел своего одноклассника, короче, я просто подошел к нему, и я не поверил вообще, что это он. Это был старик, и ему было, ну, мне было тогда, там, 35 мне, может, было. Вот так вот. А ему 65. Ну, вот так вот. По виду. И он у меня посмотрел такой, такой, классно выглядишь. Я думаю, ё-моё, где ж тебя носило? Ну, вы знаете, да, такие люди? У вас тоже есть такие, или были такие знакомые? Вот оно, да? Возвеличивание проблемы, как бы, в своей жизни. Как следствие. Потому что, сколько я ему не предлагал выход, он мне, это не для меня, это не моё, как бы, и в итоге осуетились в умственных своих. Вот. И мы, как бы, здесь почему? Потому что мы всегда, мы всегда думаем образами. Почему это важно? Потому что мы образами думаем. Мы не думаем словами, да? Есть такая особенность. Например, когда ты разговариваешь на иностранном языке, чтобы тебе научиться говорить на иностранном языке, тебе нужно научиться на нём думать. Странное выражение, да? Я не мог понять, как это вообще. Думать на иностранном языке, ну, на том языке, на котором ты говоришь. Ну, именно так. То есть, когда тебе говорят, ты не переводишь в разуме, а ты думаешь на том языке, на котором с тобой разговаривают. У тебя нет перевода с одного языка на другой, потому что это сложно. То есть, если тебе хорошо владеть языком, ты должен научиться на нём думать. То есть, тебе говорят, и ты думаешь, и ты как думаешь? Языком? Нет. Что в первом случае, что во втором случае, на своём родном языке, или на другом, ты думаешь образами. Не языком, ну, не буквами, как бы. Ты думаешь образами. И что это означает? Если я вот говорю слово собака, что у вас в разуме всплывает? Или буквы? С, О, Б, А, К, А. Нет. У нас всплывает кто? Пудель? А если я скажу, большая, огромная, чёрная собака? Понимаете? То есть, мы сразу, мы, у нас определяется образ, некий образ. То есть, мы думаем вообще образами. Это так человек создан. Поэтому очень важно. С помощью слов, с помощью слов, внутри нас формируются образы. Поэтому, когда человек, он принимает негативную информацию, из любого источника, то внутри человека формируются образы, формируется воображение, рисуется картинка. Если это слово Бога, тогда формируется у нас Божие, формируется то, что Богом заложено. Если это мир, дьявол, сатана, если мы слушаем и приобретаем всё то, что не Божие, то мы, понимаете, то есть, чем больше в нашей жизни Божьего слова, тем больше формируется Божий образ внутри нас. Потому что мы думаем образами, воображением. И слова, которые мы слышим, они внутри нас формируют это воображение. И от этого как бы двигаемся дальше. От этого двигаемся дальше. То есть, почему очень важно, вот очень важно именно слушать и смотреть то, что говорит Бог. А Бог говорит на самом деле всегда позитивное. Даже если это трудно для твоей жизни, даже если это непонятно для твоей жизни, это всегда самое лучшее. Потому что Бог благ, и Он приготовил для нас всё самое лучшее. Поэтому, когда мы слушаем Бога, внутри нас формируется Божий образ, Его Слово. Как вот пример с собакой. Мы начинаем воображать, мы начинаем, чем больше мы пребываем в Божьем Слове, когда мы читаем Библию, если мы просто прочитали, это одно, но если мы прочитали, и мы начинаем размышлять об этом, о том, что прочитали, во время молитвы, о которой мы сегодня так много слышали в начале, мы начинаем думать о том, что мы прочитали, молиться о том, что мы прочитали, у нас воображение появляется. В воображении возникают некие образы от того, что мы прочитали, от того, что мы услышали. Мы пребываем в этом. Это формирует в нас определённую силу. В воображении есть сила. И одно дело, когда вы думаете постоянно о негативном и принимаете негативные новости, да, ковид, шмавид, всё вот это вот из новостной ленты, как бы, да, вот, всё плохо, всё, всё, всё в мире, обрушение экономики, болезни, скоро будем ходить в противогазах. В нас формируются образы. Мы начинаем представлять всё это. Всё это начинает возвеличивать и возносить проблемы в нашей жизни, а не Бога. Понимаете разницу? Тогда воображение играет очень важную роль. Воображение, оно помогает нам. Помогает нам. также воспроизвести в памяти то, что Бог для нас сделал. Также помогает нам сформировать Божие внутри нас. То, что от Бога. Это помогает сделать воображение. Поэтому надо быть внимательными в том, что мы читаем и какое время мы проводим, о чём мы размышляем, в каком воображении мы пребываем. То есть, понимаете, да, что вот то, о чём мы говорим, это случайно не происходит. Это нужно приложить усилия, что нам слушать, о чём нам думать, да, что нам ценить и что прославлять. Это не случайно. Это не так, что Дух Святой сошёл и давай я буду прославлять, скакать, короче, да, и всё. О, наконец-то Бог что-то сделал, понимаешь? Нет. Это вообще как бы целенаправленное твоё действие как человека. поэтому здесь и говорится, что Бог, Он показал людям, а они не прославили, не возблагодарили, но осуетились в своих умствованиях, понимаете? И воображение, знаете, буквально, что означает? Буквальное слово. Опять же, не буду вам приводить примеры, сами найдёте, но воображение буквально означает зачатие. Это буквально перевод этого слова. И на самом деле мы не можем слаженно функционировать вопреки находящимся внутри нас образу, как люди. Поэтому в притчах 23.7 там говорится, потому что каковы мысли в душе и он, такова наша сущность. И вот каковы мы внутри, таковы мы и снаружи. Поэтому мы не можем функционировать отдельно от того, что есть у нас внутри. Если мы размышляем о негативном, превозносим негативное, мы и поступать будем таким же образом. Мы всей своей жизнью будем выражать этот образ. Мы внутри таковы. Каковы мысли человека, таков и он сам. Есть слово такое, это анаблепо. по-гречески, оно означает прозреть или увидеть второй раз. И знаете, вот эту историю, мы сейчас на этом будем заканчивать, вот эту историю, когда Иисус накормил пять тысяч человек. Что там произошло? Что он спросил у учеников, вы накормите их. Они говорят, Иисус говорит, давай отпустим, люди есть хотят. Он говорит, да-ка, вы их накормите. Они говорят, чем? Он говорит, а что у нас есть? Он говорит, ну, вот тут пять хлебов, две рыбы тут, ничего нет. Что делать будем? Он говорит, что он сделал? Он да, возблагодарил, преломил, преломил, и вот там используется вот это слово, анаблепо. То есть, он увидел второй раз. Ученики смотрели глазами своего сердца, ой, глазами своего разума, да, наш разум, он ограничен, мы видим только вот пять хлебов и две рыбы, и все. А Иисус, он смотрел глазами своего сердца. Он, написано, увидел второй раз. Он увидел второй раз, и это же слово применяется к Вартемею, когда он прозрел. Написано, что он анаблепо, да, то есть, он раньше не видел, а потом он стал видеть. И то же самое произошло с Иисусом. То есть, он смотрел, и он видел этих рыб, этот хлеб, но когда он возблагодарил, да, написано, что он сделал, он прозрел, он второй раз увидел, он увидел глазами сердца, что на самом деле там намного больше рыбы и хлебов. И то, что он дальше сделал, он раздал, он дал ученикам, и они раздали. И по сути, если бы Иисус давал им, выдавал им эти куски, и они ходили бы раздавали, это, ну, там считали, что-то на это бы заняло очень много времени. Ученики ходили с корзинами, которые не вмещали в себя все то, что было необходимо. И ученики, они стали это делать, они стали преломлять, они стали видеть таким образом, как видел Иисус. То есть, когда он им сказал рассадить и раздавать, они раздавали из корзин, где пища приумножалась, на их глазах, можно сказать. это то, что они могли увидеть, они видели глазами своего сердца, они не видели уже своими глазами. И вот это относится к воображению напрямую. Почему? Потому что Бог может показать что-то тебе в твоем сердце, не то, что ты видишь здесь вокруг, здесь сейчас. Почему? Потому что Бог изначально не предполагал, что будет так. Мы принимаем решение, отталкиваясь от обстоятельств и ситуаций, которые нас окружают, давая оценку нашим разумам, земным разумам, да, и это не совсем правильно, потому что разум человека, он, даже ученые говорят, там на 10% всего используется, но Бог предполагал, что он будет иметь с нами взаимоотношения такие близкие, что на основании этих взаимоотношений мы сможем действовать и принимать те или иные решения. Изначально, когда Бог создал человек, у него был такой план, и Адам ходили с Евой и с Богом в тени рая, они находились в таком состоянии. То есть, другими словами, Иисус пребывал в этом положении, и он видел глазами сердца, то есть, через воображение. Что значит видеть глазами сердца? Когда подключается наше воображение, но когда эта весть приходит напрямую от Бога в твою жизнь, и таким образом он мог совершать то, что он совершал. И когда он говорил, что Бог мой, Отец показывает мне то, что я должен сделать, я делаю, то это происходило именно так. Вы поймите, что Бог действовал как человек, здесь не забывайте, так же, как мы с вами, Он по-другому не действовал. тогда в его воображении, в его сознании, в его сердце были вещи, которые он видел, и это было от Бога, и он притворял это в жизнь. И вот в этот момент он это увидел, он прозрел, он увидел, он увидел второй раз, увидел не мозгом, не разумом, не обстоятельствами, а увидел количество хлебов и рыбы в том количестве, которое необходимо было для того, чтобы накормить этих людей. И наше сердце, оно на самом деле является нашей сущностью, поэтому мы не должны быть двоедушными. Вот Иакова 4.8 там и говорится об этом, что мы не должны быть двоедушными. И здесь говорится о том, что есть вот разум наш плотской и есть разум духовный. Мы имеем два разума. И с помощью нашего плотского разума мы можем оценивать все, придавать всему оценку, а можем анализировать и получать с помощью нашего духовного разума от разума Иисуса Христа. И что значит не быть двоедушными? Это когда мы черпаем и оттуда, и отсюда. Когда наш разум видит, что плохо, а при этом Бог говорит, да вообще я Бог всемогущий именно в твоей жизни, именно сейчас. И ты на меня опирайся, и все. и быть двоедушным как бы, это когда ты следуешь и за тем, и за другим. Но должно работать как обоюдо острый меч. То есть мы одно должны возвеличивать, а другое уменьшать. И все. И тогда то, с чего мы начали, о чем Саша говорил. Вот здесь как раз таки и говорится об этом, что состояние нашего сердца, наше взаимоотношение с Богом. Вот что мы должны приобретать, ценить, превозносить, и никогда этого не забывать. И на этом я могу сказать только аминь, вся слава Богу, и хочу пожелать, чтобы мы все это научились делать. Потому что таким образом, если мы будем поступать, это просто бомба. бомба. Бомба.